До сих пор? До сих пор. Почему не ездишь? Не езжу. И буду откровенен, по всей России с турами по всей, не один раз. А Ледовый дворец в Питере на 10 тысяч, мне три года подряд. Чтобы не 15? Да. Вызванивают, просят, понимают. То есть нет такого, ну, бывает, таким моментом звонят в ресторане, да, или там на заводе где-то. Нет, никто не будет снимать, все инкогнито и так далее. Это уже даже об этом говорить, ну, уже, ну, да, но несерьезно. Ну, как можно себе представить, Олег сейчас полетел в Россию, выступил и вернулся назад. Ну, хорошо, но многие же украинские артисты, это я тебя провоцирую, многие же украинские артисты спокойно не просто ездят спеть куда-то, а просто постоянно там поют. Ну, мы же фамилии знаем, да? Да. Но почему ты не поешь? Ну, это же не артист выбирает, это человек выбирает. Ну, Дим, ну, обо мне много чего говорили, да, как я ездил с первым концертом. Я открывал площадки в нашей стране, где по тысячу, по тысячу триста мест залы, где по 15, по 20 лет там никто не выступал. Я туда заезжал, люди в шапках сидят, там не отапливалось по 50 лет. Французы не стирали 25 лет. Крыша бежит, мы на сцене выступаем, лед у фошки ставим, лужа. И после моего концерта туда начали... Они перекрывают крышу над сценой. Я на второй раз приезжаю, управляющий этим будинком культуры, который уже давно в приватии, и у него хотят сделать какой-то бизнес-центр или магазин какой-то. Она говорит, мы перекрыли крышу, вы бачите, уже не течет. Я говорю, господи, как я вам благодарен. А за другим разом они постирали француз. 25 лет француз не стирался. Я говорю, а как так получилось, что он не разлезся, его постирали. И вот такие вот моменты, когда ты понимаешь, что ты приезжаешь сюда, выступаешь, люди приходят, видишь, я на концерт, ты заплатил аренду, и после тебя сколько дел делается? А люди ж этого, мои коллеги этого не знали. Они же ездили по большим концертам и на толстые корпоративы, кто бабки платил. Хорошо. Почему ты не едешь в Россию? Потому что человеческое нутро протестует против этого. Я не могу позволить себе вещи, те, которые мне больны. Ну, не только мне больны, они всем больны. А тебе болит это? Всегда и будет долго болеть. Конечно, будет болеть. Это, я бы, наверное, если бы оно не болело, я думаю, что мы бы с тобой не говорили бы. Ты бы меня не пригласил бы, и мы бы с тобой не встретились бы. И не был бы тем артистом, которым говорят как о феномене, почему меня любят, или сколько любят, а сколько не любят. То есть, да, у меня где-то так, меня любят и не любят, посередине нет. Я не люблю быть посередине. А кто-то не любит? Ну, да. Ну, наверное. Они... Субтитры сделал DimaTorzok